здравствуйте дорогие друзья мы сегодня с вами на джима т и тут уже кипит сезон потихонечку 27 05 2022 год и я пришел сюда каждый год снимаю обзор надеюсь что в этом году не подведут и тоже все будет классно пойдемте посмотрим на цены и попробуем их еду с того вы ораем хорошие отзывы я делаю обзор полностью за средства свои ну и за ваши донаты здесь максимально честно и правдиво все у нас получится с вами посмотрим что тут есть интересное опять такая зона с этой стороны еще не работает пошли смотреть как тут интересно все выглядит ножки-ложки салфетки самое главное потому что куда положить ложки-ножки должно быть видно пилки ложки и поехали смотреть на стоимость соленья грибочки морковные салаты что ставьте на паузу ведь все перепели на 15 и такой обычный отварной 15 рублей я помню сочек как-то раз увидел 50 рублей яйцо сейчас вроде бы цены на яйца подросли но ценники вроде бы не сильно блин у меня лет за 85 честно не могу себе позволить я понимаю что все овощи стали прям сверхдорогие но мне особо хочется пойдем глядеть хотя очень сильно люблю оливьешку уже ценычки слышали красиво все холодильнички то есть вот и закусочку кто хочет там сальца почему по сто тридцать пятьдесят грамм я думаю видно там с лицом 50 грамм слабосоленая 50 грамм салат красное море с которым 90 рублей подобного на 120 110 рублей салат кальмаром и карбановый салат 90 то что давайте свежие овощи возьмем салатик лично жиркую по домашнему в горшочке за 180 компот 10 метров 40 рублей компот может показать красота спасибо дорого блин бомжуют блогеры чего вы хотите даже знаю что люблю это приятно танкс 180 градусов блогер овощи новая запеченность 110 курица по 150 картофель запеченный 110 и рыба с овощами 180 можно у меня вот такой вот картофель запеченный с каким-то типа мясом идет буду конечно борщик есть борщик как всегда не подождите может быть не как всегда может что-то еще вкуснее есть цены здесь получше указаны стук гороховый лапша куриная давайте солянку я даже не спрашиваю почем мне будет страшно да мне вообще не страшно ни разу это не больно ух ты красиво полет 6 120 рублей мясо по боярски 190 давно уже работаете первая столовая на джемоте которая заработала да рыбки вот такие скумбры запеченные 100 рублей рыбовка рыбочки на 100 рублей гарнирчики можно увидеть ребята ценники и сами гарнирчики в 152 60 рублей на гречке 50 рублей гуляш 1 120 и поджарка свинина 110 картошечку можно мне еще что-нибудь сюда кинуть давайте обедная рыбка курочка свинина хочу эту поджарку из свинины давай 75 грамм пошли дальше свинина в тесте солянку вы мне поставили я подогреваю конечно отлично говядина выбор конечно прям глаза разбегаются без точки это только еще начало не знаю не знаю ну это всегда в начале в ходе потом уже не знаю хлеб куриное свинины священники мясные хлеб горчицая сметана по дороге на кассе ага спасибо и мяско спасибо это кто свинина с овощами картофель фри 100 рублей сухарики 40 борожные ваку 120 10 рублей сметанка курица под сливочным соусом и хлебушек 3 рубля кусочек считать ваку вот подъехали томатный сок чай черный белый ваку хлебушке будем ходить ну что не привет это ж моя дочь я помню вашу дочку мне хотя бы скажите сколько сейчас скажу сколько мне ж надо людям рассказать вот меня угостили овощи снимать я девушка в возрасте не совсем красивая картофель не важно на самом деле вот знаете все говорят вот меня зачем снимать мне никогда люди не интересны потому что мы всегда смотрим допустим на ценники на то как выглядит продукция да то есть зачем нам как люди 370 рублей то есть вот ну прям честно прям по честному а солянка сколько 120 ну ладно 370 ценники мы все увидели пойдем пробовать что тут кофеечки еще есть капучино 120 вот то есть 120 американо соточка и чаечки то есть прийти на чайную станцию можно видеть какую красоту сделать то есть в прошлом году я не помню были такая разукраска или нет ну давайте посидим теперь попробуем что как смотрим соляночку мяско колбаски то есть никакого другого наполнения здесь в принципе нет а ручки где ну прям красота что-то прям совсем дешево 370 рублей я вчера после подъема на гору заехал а вот у меня столько убил все куриные крошки крылышки ножки там что-то 500 чем-то вышло здесь вау ну поехали по вкусу характеристикам то есть во-первых нет ничего лишнего в солянке это важно потому что очень часто когда приходишь начинает там картошка появляться рис там еще чем-то для наполнения здесь насыщенный бульон куриное мясо я так понимаю что колбаски разнообразные лимончик оливка все есть для любителей кто хочет делать ее еще больше берете сметану пойдете будет еще вкуснее по вкусу хорошо бульон насыщенный это самое важное для соляночки доедаем солянку очень радует что подписчики потом в комментариях вот именно под араем пишут постоянно хорошие отзывы потому что самое дорогое когда ты приходишь пробуешь тебе все вкусно ну хотя мне не откуда там из-под пола доставали а все с тех же самых тарелок что и вам поэтому лично для меня вот допустим соляночка уже зашла переходим на следующее блюдо здесь была как бы картошка запеченная она шла уже с кусочками салом такая как грудинка можно увидеть вкус с мясом это просто восхитительно почему взял это блюдо жареная картошка с салом это вкус из детства не знаю как-то раньше было это гораздо чаще и здесь я просто не смог пройти мимо вкусно еще и сверху попросил подливочки мясо отлично разваливается на волокнах и морковка с поджарочкой довольно таки вкусно получается но картошка с салом это что-то ваше здоровье под томатный сок слушайте я вот не прогадал совершенно взял салат свежими овощами это восхитительно маслица тут есть кто любит ай убегает мелочок перемешайте вкус помидорчика огурчика с маслицем это прям летом пахнет на аромат все рецепторы вкусовые сысочки прям счастливы очень часто идут разговоры то что приходит нахваливать заведение вот смотрите у нас вкусные кубанские продукты вот салат я прям получил бешеное удовольствие от вкуса овощей с тушистым маслом это было вот так вот мяско свинина солянка то есть все рецепты очень простые все описаны миллион раз то есть приготовить просто картошку бы она была прожарена да она прожарена вкусно с салом с сочетанием я не знаю то есть по-моему все великолепно процветание столовой конечно не особо интересно ходить в те места где совсем все так лучше всегда ходить проверенные так что отлично могу сказать что советую это заведение я уже третий или четвертый год подряд каждый год ее переснимаю меня второй раз уже угощают хотя честно могли себе позволить 350 рублей как говорится ваше здоровье с ребятки адрес сейчас скажу в конце выйду на улице прочитаю и всем приятного аппетита приходите пробуйте пионерский 40d с чувством исполненного долга мы уходим девочкам сказал спасибо честно вот реально все вкусно все хорошо все стабильно это самое главное в общепите чтоб так у них все продолжалось вы если здесь были ели пишите в комментариях ну как вы с едой здесь справлялись как наслаждались ну допустим я прошел по джаматинскому проезду там еще ни одна столовая не работает они уже две недели как работают процветание и вот это классно что хозяева работают те же самые уже очень много лет так что ребятки всех ждем на югах приезжайте наслаждайтесь всех люблю целую и увидимся в следующем видео